Здравствуйте, уважаемые телезрители, я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим про спорт в нашем районе, жив ли он вообще, в каком он состоянии и в особенности мы углубимся в тему дворового спорта и о том поговорим, как он сегодня выглядит. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Мы работаем в прямом эфире, ждем ваших звонков, постараемся вместе обо всем поговорить и во всем разобраться. Наши гости сегодня Алексей Юрьевич Алянич, представитель комитета по делам молодежи и культуры, ошибся, молодежи и спорта Одинцовского района, а также Виктор Егорович Погиблов, эксперт-консультант общественной палаты Одинцовского района. Здравствуйте. Рад, что вы к нам сегодня приехали. Вечер уже, в общем-то, не так уж легко, наверное, было оторваться с работы и приехать именно сюда, а не домой. Но все-таки о спорте сегодня поговорим, постараемся силы собрать и понять все-таки, что со спортом творится. Наверное, Алексей Юрьевич, к вам такой вопрос в первую очередь. После совершенно фееричной победы, конечно, на Олимпиаде, у нас очень многие люди, которые привыкли, в общем-то, знаете, так немножко поносить состояние спорта там. И о футболе нехорошо говорить и так далее. Все-таки как-то начали, пусть это зимняя была Олимпиада, но как-то начали так с определенным оптимизмом смотреть в будущее. Начали внезапно люди обращать внимание, что и молодежь у нас на турниках висит временами. И о том, что все больше и больше каких-то физкультурно-оздоровительных комплексов строится и так далее. Вот на сегодняшний день, как представитель нашего спортивного части власти, Ветви, скажите, пожалуйста, что у нас со спортом сейчас в районе происходит? Ну, действительно, не секрет то, что государство на данный момент уделяет достаточно большое внимание развитию физической культуры и спорта в России в целом. Мы, как ведомство, которое этот вопрос курирует, стараемся не отставать от федеральных программ и от всех программ, которые действуют на территории Российской Федерации. И все новшества внедряем у нас в районе. Если говорить конкретно о дворовом спорте, ну, что он из себя представляет? Во-первых, это спорт шаговой доступности. Во-вторых, это спорт молодежи. Мы, как комитет поселения Одинцовского района, городские и сельские администрации, создаем и стараемся создать максимально возможные условия для того, чтобы дети, жители Одинцовского района могли проводить свободное время, не ходя в специализированные учреждения, а находясь у себя в дворах. Для этого и строится новое, и реконструируются плоскостные спортивные сооружения, универсальные спортивные площадки для отдыха жителей во дворах. А вот на сегодняшний день, если мы поговорим, допустим, про город именно Одинцово, много ли у нас действительно мест, где дети могут после школы, предположим, студенты первых курсов после занятий, прийти домой, скинуть портфель, переодеться, мяч там взять и пойти его погонять? То есть не где-то, знаете, там в стеночку поиграть, а вот полноценно поиграть в футбол, банально. Ну, я здесь просто боюсь удариться далеко в сухую статистику. Я вкратце просто скажу то, что только в городе Одинцово плоскостных спортивных сооружений, в них входят и хоккейные коробки, и универсальные спортивные площадки, и тренажерные площадки, более 150. Это более 50% от всего по району. То есть город Одинцово максимально обеспечен спортивными сооружениями, открытыми. Более того, я знаю точно то, что муниципальные учреждения, спортивный парк отдыха, наш имени героя России Ларисы Евгеньевны Лазутиной, они набрали штат инструкторов, которые уже в 2015 году проводили дворовые соревнования по... Там было немного видов спорта, ну, это как была такая городская спартакиада. Был футбол, настольный теннис и дартс, если я не ошибаюсь. И данные соревнования привлекли достаточно большое количество жителей, они такие были, ну, массовые. Общественная палата как раз тоже принимала участие, и участие в проведении финала спартакиады поселений Одинцовского муниципального района. Мы совместно проводили это мероприятие с привлечением жителей, ну, как-то уже социальной направленности, жителей с ограниченными возможностями здоровья специально для них делали упражнения, в которых они могли принять участие. — Скажите, а вот все-таки вот как общественник, вы наверняка ведь, в общем-то, с народом общаетесь очень-очень много времени. Вот вы как считаете, вот ваше личное мнение, я сейчас спрашиваю вас, как именно эксперта-консультанта и как гражданина страны. Вот сегодня у нас вообще-то люди заинтересованы ли в том, чтобы у них действительно во дворах были какие-то спортивные мероприятия? Или все-таки у нас мысли сейчас об экономических сложностях, о том, о сём, о другом? Вообще к спорту-то люди сегодня неравнодушны ли? — Вы знаете, конечно, экономические сложности, они присутствуют, это однозначно. Но когда вот даже сейчас вот мы пришли со спортивного мероприятия, которое проводилось на Крылово, здесь в пятом микрорайоне, здесь видно сразу, что люди забывают про экономические свои какие-то дела. И спорт, это не спорт, это был целый праздник, погода, благоприятство, было столько народу, кроме детей, родители, взрослые. И все говорят о том, что такие мероприятия, они необходимы. Ну, я хочу сказать, вот здесь мы проводим много мероприятий таких вот дворовых, да, в пятом микрорайоне. Почему? Ну, здесь есть такие вот общественники, ну, допустим, там, ну, это уже не общественники, есть, я хотел сказать, общественные тренера, Воропаев, допустим, да, Леонид Иларионович, Соснов. Это вообще народные их... — То есть вы имеете в виду, что это люди, не находящиеся на бюджете, условно говоря, не получающие зарплату, просто активисты? — Да, они там, они, на самом деле, на бюджете, да, но как они работают, как они работают, это пример для всех остальных. Они вот, это считают, что вот сейчас личное время, вот вечер. — Вы имеете в виду, поэтому они народные. — Да, 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 это люди старой формации, которые, это самое, Андрейченко приходил, человеку 85 лет, как юноша, он поздравлял их. С Союза ветеранов приходили офицеры, поздравляли ребят, я специально приглашал, чтобы молодежь видела, какой раньше был, вот Андрейченко начал рассказывать, он бы мог долго рассказывать, какой раньше был спорт, как развивался вот дворовый спорт именно, да? — Давайте, кстати, мы об этом и поговорим. Вот у нас сегодня есть определенное представление о том, что такое дворовый спорт, в принципе, знают, что там есть для самых маленьких формы определенные игровые, да? Для тех, кто постарше, там, ну, в моем, например, поколении, мы себе ворота, например, футбольные сами колотили, там, из досок старых заброшенных ставили эти ворота, вкапывали, играли, да? А как все-таки это было раньше? Вот в Советском Союзе люди, которые очень многое делали, это поколение инженеров, строителей, тружеников, вот как они, как, вот, в общем-то, вы проводили свою молодость-то, как в вашем возрасте, молодом, дворовый спорт вообще-то выглядел? — Алексей Юрьевич помоложе, да? А вот в наше время, это самое, конечно, были проблемы, там, с теми же кеды, какие тогда это была, мечта, там, допустим, да, тот же мяч, какой-то мяч мы там где-то зашивали, как-то накачивали, надавали, выходили после уроков, два портфеля, и тут же начинается… — Ворота готовы, и вперед, да? — Да, и все, и понеслось. — Были учителя физкультуры, которым я лично благодарен, и все мои вот знакомые, и все говорят, раньше были учителя физкультуры, вот я привожу пример того же Соснова, Воропаева, это вот той формации, вот такие, они не считались со временем, чтобы уделять детям вот именно занятия физкультурой. — Вот о чем мы хотим, цель нашей задачи, чтобы детей, детей — это основное, привлечь, отвлечь от всех этих вредных привычек, от компьютера. — Компьютер, конечно, необходим, все, но должно быть в разумных все придется. — Вот если мы поговорим про привлечение детей, немножечко, может быть, будет вопрос странно звучать, но вообще-то дворовый спорт и привлечение к нему детей, они зачем нужны? — Знаете, почему-то вот есть такая мысль, что вопросами спорта должно заниматься государство, государство должно организовать мероприятия для детей, согнать их туда всех, конфетой заманить, шоколадными медальками, и все это провести. А они там им спортивную площадку поставили, занимайтесь, ребята, сами собой. — Вот мы говорим опять о государстве. Государство — это мы. И Алексей Юрьевич государство, да? Он на государстве... — Мы уже не разделяем мы и Алексей Юрьевич. — Нет, это мы примерно говорим. А в принципе мы одно и то же. Вот когда самое... Вот привести пример, проводили спартакиаду в августе, да, в конце августа проводили спартакиаду, спартакиады районные, да, вроде для всех, для нормальных, здоровых людей. И я предложил и настоял на том, Алексей Юрьевич поддержал, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями участвовали в этой спартакиаде. Вот. И когда мы, ну, не в полном объеме, так немного было людей, инвалидов, так будем говорить, людей с ограниченными возможностями физическими. Вот. Вы бы посмотрели, как встречали их остальные, вот при награждении, да, Алексей Юрьевич? Это вообще было пожилой человек, бородатый там. Вот это все привлечение, доступность всех к спорту. То есть на стадион, если выходить, эти занимаются по своей программе, эти по своей программе, но все, праздник для всех. Это есть физкультура, это физкультура. А спорт, спорт это совсем уже другой, вот там надо разделять. Спорт высоких достижений, спорт... Виктор Егорович, мне известно, что общественники и нашего района, и региона в целом не раз озвучивали идею, уступали с инициативой, чтобы существовали некоторые люди, специалисты, да, там, тренеры, которые, именно общественники, не настоящие на балансе и так далее, которые могли бы во дворах вот какие-то местные, условно скажем, кружки создавать. Чтобы в дальнейшем играли дворцы, двором и так далее. Клубы, да, да. Определенно, да, клубы по интересам. И вот некие один там, два человека за двором бы приглядывали и так далее. Вот насколько сегодня эта идея жизнеспособна, а в чем плюсы-минусы подводные камни? Ну, плюсы, ну, для этого это работа и большая работа. Вот эта организация, это только в помощь, в помощь спорткомитету. И мы должны тут, и мы сотрудничаем, находим какие-то взаимопонимания. Вот, ну, чтобы вот, допустим, мы будем проводить там соревнования дворовые, там, какие-то самые между дворами, между домами, чтобы все это не накладывалось в программу спорткомитета. Все это надо согласовать. Вот отсюда должна быть это самое тесное сотрудничество. Ну, я понимаю, сотрудничество у вас довольно тесное, вы много что вместе организуете, но все-таки на сегодняшний день этот институт, мы назовем его условно, да, специалистов, да, по дворовому там виду спорта. Он вообще в каком состоянии находится? Есть у нас такие специалисты или нет? И вы пока подумайте над ответом, а мы примем звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот хотелось вопрос задать вашим присутствующим. Дворовые команды создавать некогда, заставлены транспортом и точечной застройкой. Там места нигде нету. У нас в 54-м микрорайоне прекрасная зона отдыха лес. Но там нету дорог, ничего нету. Летом, вот весной там вообще не пройти. Зимой снег, благодаря замерзнет, вот занялись бы этим вопросом. Все вы имеете в виду выделение именно земель, которые сейчас так или иначе не используются под спортивные нужды, правильно? Ну, зимой ходить, и с палочками можно ходить, на лыжах все. А летом, весной, ну вообще туда не пройти. Болото. Спасибо огромное за звонок, за предложение. Ну, я уверен, что, в общем-то, вопрос с землей, он непростой. Где-то ее действительно много, где-то ее нет совсем. Иногда создаются проблемы с кадастровым учетом. Мне вполне понятно, кому вообще земля иногда принадлежит. Но, тем не менее, я думаю, Алексеевич, это к вам такой больше вопрос. В принципе, как вот у нас действительно с территорией, я вот больше зацеплюсь за первую часть звонка, где говорили про машины и так далее. Как у нас вообще с территорией придомовой, есть ли вообще-то где заниматься спортом? Ну, так скажем, дома, где есть старая застройка, где изначально предусматривались плоскостные сооружения спортивные, там, где стояли уже хоккейные коробки, там действительно эти коробки реконструируются. И мы боремся очень сильно за то, чтобы на этом месте не появилась какая-то многоэтажка или торговый центр, чтобы все-таки было место для занятий спортом жителей из ближайших домов. Те новые микрорайоны, которые строятся, ну, вот в настоящее время к нам застройщики за согласованием обращаются, в том числе и по наличию спортивных сооружений в планируемых микрорайонах. Но, ну, это не секрет, наверное, каждый житель это знает и более того испытывает на себе. В новых микрорайонах площадки спортивные есть, но их количество недостаточно для того, чтобы обеспечить потребность в занятиях спортом. Нехватка парковок, ну, это такой же острый вопрос, который, ну, я не знаю, удастся ли когда-то его решить на 100%. Людей много, места мало. Да, но стремиться, по крайней мере, к тому, чтобы спортивных площадок было больше нужно, и, собственно говоря, чем мы и занимаемся. Выходят из положения таким, если можно назвать, симбиозом. На вокзальной есть футбольное поле, под которым находятся гаражи. Но здесь возникают другие вопросы имущественного характера. Если поле находится на крыше, то кому оно принадлежит, кто его обслуживает, кто его эксплуатирует, это уже немножко, так скажем, вопросы другого ведомства. Но как выход, ну, насколько... Ну, это практично, если нет свободных территорий. Надо, я так понимаю, искать другие варианты. Алексей Юрьевич, я очень благодарен, что вы к нам сегодня приезжали. Спасибо вам огромное. Будем вас еще ждать. Спасибо. Уважаемые телевизорители, в общем-то, как вы прекрасно понимаете, ни одним домовым, придомовым и дворовым спортом наш район един. У нас достаточно много и команд, и клубов, и секций. Так, не так давно у нас в районе прошел турнир по карате. Предлагаю сейчас посмотреть информационный сюжет моей коллеги и узнать, как же все это проходило. Торжественная церемония открытия Кубка Московской области по всестилевому карате по традиции началась с гимна Российской Федерации. Отборочный тур на чемпионаты первенства России собрал более двухсот спортсменов из разных уголков нашей страны. Мы очень довольны. Эти соревнования являются отборочными на чемпионаты первенства России, который пройдет в городе Орле 4-7 мая. И цель этих соревнований именно отбор наших лучших спортсменов, чтобы достойно защищать флаг Подмосковья на этих соревнованиях. Конечно, мне очень приятно, что здесь выступают спортсмены, непосредственно тренирующиеся в городе Одинцово. И они являются членами сборной команды. И, думаю, достойно здесь выступят, чтобы поддержать флаг. И я очень благодарен администрации Одинцовского района, которая у нас уже второй раз принимает такой крупный турнир. Такие турниры очень важны в рамках спортивной подготовки спортсменов. И поблагодарить, конечно, Министерство спорта Московской области, которая любезно предоставила нам возможность провести такой крупный турнир. Соревнования по всестилевому каратэ проходили в доброжелательной атмосфере на высоком организационном уровне. Участники – дети с 12 лет, кадеты, юноши 16-17 лет и взрослые. Отборочные туры проводились во всех разделах федерации каратэ до ситарю. В России на четырех татами и в октагоне. По трем дисциплинам – полный контакт, ограниченный контакт и полный контакт в средствах защиты. Среди тренеров были и наши Одинцовские представители от спортивного клуба смешанных единоборств «Восходящее солнце». Здесь, прежде всего, воспитывается характер, настоящий характер, который с малых лет важно очень формировать в человеке, еще в ребенке, чтобы он был полноценной личностью, достойным гражданином своей Родины. Чемпионат такого уровня – это большое событие для развития в России такого вида спорта. По итогам отборочного турнира практически полностью сформирована сборная команда Московской области, которой в апреле предстоит пройти учебно-тренировочные этапы для подготовки к участию в чемпионате и первенстве России по всестилевому каратэ в Орле в начале мая. Очень радостно, что есть такая возможность нашим детям выступать, добиваться каких-то вершин, достигать их. Очень приятно, что многие из наших ребят принесут домой золотые, серебряные и бронзовые медали. Кто-то просто принял участие, но это первый шаг к становлению на большом великом пути. Победители шестого открытого Кубка Федерации «Комбат самообороны России» наградили дипломами и медалями, а также командными кубками. Ну что же, вот так проходил этот турнир. Как видно, что действительно очень много у нас ребят, которые готовы друг с другом работать и в партере, и в стойке, и во всем. Но, в общем-то, это не совсем, скажем так, дворовый вид спорта. Тем не менее, я нашел это достаточно интересным для демонстрации вам. Давайте мы пока примем еще одного нашего гостя. Владимир Степанович Маринников, представитель ветеранской организации. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Степанович, ну мы тут вот говорим о том, как раньше выглядел спорт, дворовый спорт, и спорт вообще молодежный в нашей стране, в Советском еще Союзе. Вот как считаете, все-таки, вот было что-то тогда в отношении ребят, да? А сейчас оно такое же? Или у ребят больше энтузиазма, меньше энтузиазма? Вот ваше мнение. Сейчас меньше энтузиазма. Почему? Поскольку в наше время все-таки было очень много общественных тренеров, вот в частности, я таковым являлся, вот, и я вел очень много секций с ребятами, занимался. А сейчас вот на Бьерре я живу в восьмом микрорайоне, вот, у нас находится прекрасный стадион. И на этом стадионе я вижу одного только тренера, который ведет секцию футбольную. Других тренеров и общественных тренеров, тем более, я никого там не вижу. Вот как раз-таки мы сейчас про общественных тренеров начали разговаривать. Я вот спрашивал Виктора Егорыча, как на сегодняшний день дела обстоят. По всей видимости, не очень хорошо, да? Немного их, по меньшей мере, да? Да, да, немного, но это не значит, что нет желающих работать с детьми. А в чем же вот тогда проблема-то, почему не получается? А проблема надо, вот сейчас мы вернемся к тому, что и по площадкам, и по тренерам, или, как проще, лучше сказать, организаторы дворового спорта, не тренера, а организаторы дворового спорта. Тренера, будем говорить, это узкопрофильный, там по самбалю, по чем, да? Сейчас проводится мониторинг по инициативе общественной палаты области, проводим мониторинг. Вот, и в том числе, вот это предложение нашей общественной палаты района, чтобы провести обучение спортивных организаторов для дворового спорта, именно, из числа общественников, из числа офицеров, отставников. Это уже они готовые педагоги, отставники, офицеры, из числа спортсменов, которые закончили свою карьеру. Так что, самое, надо проводить, и в этом плане мы начинаем работать с администрацией. Так что, это самое. Пытаться найти точки соприкосновения в месте. Да, да, ну, здесь вот они понимают, что где-то какие-то деньги нужны для обучения, думают, что надо зарплату там платить, что-то такое. Ну, для этого надо, там много вопросов, конечно, и по организации просто так, нужна экипировка какая-то для дворовой команды, минимальные хотя бы. Для того, чтобы провести соревнования, ребятам надо какие-то призы, минимальные, но тоже призы. А вот давайте, как раз, Владимир Степанович, спросим. Я так понимаю, у вас опыт довольно большой проведения по Думы. Да. Вот спрашиваю тогда вас как специалиста, не побоюсь этого слова. Вот сегодня что нужно сделать для того, чтобы ребятам было интересно после школ, институтов выходить во двор и заниматься во дворе с общественным тренером спортом? В первую очередь надо организовать для тренера-общественника, для тренера-организатора помещение, где он должен переодеться, умыться и хранить спортивные снаряды, с которыми он проводит занятия. Это в первую очередь. Во вторую очередь необходимо общественное место и для детей, и для тренера. Необходимое. А остальное, все-все зависит будет от человека. Отлично. Если он будет этим делом заниматься, он за это дело болеет, и ему не нужны будут никакие деньги. Это вы сейчас говорите о самом тренере. А я о ребятах. Вот ребят-то как заниматься? И о ребятах. То есть ребята всегда видят, кто с ними занимается и что он умеет. В первую очередь, когда я прихожу, с ребятами знакомлюсь, я им на своем примере показываю, что я умею и чему я их могу обучить. И они на меня смотрят и за мной тянутся. Если я умею бегать, если я умею кататься на роликах, если я умею выполнять спортивные упражнения на тренажерах, на перекладине, и они за мной повторяют. Но для того, в первую очередь, проводя занятия с детьми, необходимо соблюдение техники безопасности. Ну что же, Владимир Степанович, Виктор Егорович, очень рад, что вы к нам сегодня приезжали. Спасибо вам огромное. Будем следить за вашими результатами. Надеюсь, что когда в следующий раз мы с общественной палатой, с ветеранскими организациями, с председателями будем встречаться, у нас уже будут определенные результаты. Небольшое еще о социальном центре. Вот у нас социальный центр при Гривневской церкви. Там занимается очень много ребят. И самбо, и другие кружки по мини-футболу. И желающих там заниматься очень много детей, так же, как и взрослых. Но там есть проблемы. Проблемы дополнительных помещений. Там один спортивный зал. Нужны дополнительные помещения. Я предлагаю так поступить. Извините, что перебиваю. Просто, к сожалению, у нас время. Сами понимаете, мы ограничены по времени. Предлагаю так. Я вижу, что тема уже не простая и не маленькая. Давайте сделаем так. И договоримся, что в следующий раз, когда ваша комиссия будет у нас в гостях, мы именно об этой теме и поговорим. Но начало работу положим. Ну и слава богу. Спасибо. Еще раз, что мы сегодня приезжали. Спасибо, что приглашали. Да не проблема, что бы. Уважаемые телезрители, сегодня мы говорили о спорте, о дворовом спорте в Одинцовском районе. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, звоните нам в течение недели. Наш телефон 508-86-84. Кроме того, вы можете обратиться напрямую в общественную палату на их официальном сайте, воспользовавшись формой обратной связи или написав электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю.